Девушки отдыхают 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 Ум – это здесь. Или здесь. Я точно не знаю. Вот удар Костю Дзю, говорят. Да не сильнее он удара, чем у Хуртады, предположим, или у Пинеды. У Чавеса. Просто вовремя, в нужное место, в нужную точку. У меня было желание с детства быть первым. Что бы я ни делал. Тем более спорт. И сейчас она у меня такой степени развита, что для меня очень тяжело проиграть. Я направлен на победу. У меня мышление победителя. Первый бой Костя проиграл. Проиграл и вышел на второй. А потом на третий. И потом на все 258, какие у него были в любительском риме. В этом и ценность, что ты проиграл, но захотел еще попробовать себя. Бокс – это не балет. Там бьют, и бьют больно. И вот каждый выход на рим – это уже победа. Но самим с собой. Я вообще не люблю слово «я не могу». Ты не должен себе говорить, что «я не могу это сделать». Ты должен говорить «я могу», но не сейчас. Это вот эта маленькая разница не сейчас, поможет тебе стремиться, чтобы это сделать. А ты куда отходишь-то, Никита? Нападай, нападай, нападай. Атакуй. О, стой. Давай еще раз. Молодец, еще раз. Стой крепко на ногах. Стой, постой. Ноги до куда-то, далеко широко. Все великое в простоте. Делаю, например, простую комбинацию. Один, два. Левой, правой рукой. Она простая. И все говорят, ну, что ж тут такого? Ну, что-то падает. Шесть. Тут мы с Костей нашли друг друга. Он человек не агрессивный, и я тоже мирный. Атаковать это не в нашем характере. Ну, а побеждать-то нужно. И вот здесь родилась вот эта встречная фаза. А парадокс-то заключается в том, что встретить-то хорошо, когда ты высокий, с вышки. Тук, что проще? А вот когда такой коротышка, метр с кепкой, я не костью имею в виду, бьет вот такого высокого. Был у меня момент в жизни, когда я ищу проверить себя на боль. Я взял ножик, думаю, ну, сейчас порежу себе палец. Всял так, раз порезал. Думаю, больно? Просто больно. Я смог заставить себя, зная, что это больно, сделать из себя это больно. Это то же самое. Ты знаешь, что ты выйдешь на ринг, тебе будет больно. Этот страх может себе всю жизнь, и одними, и я снова переборю. Меня он уже не может перебороть. Чем бывает труднее, тяжелее, тем больше резервных сил он из себя может достать. Мы ночью одну не спали. Виньетто хотел спать. Тренер меня не заставил не спать. Объясняю, ничего не объясняю пока. В баню пошли, потом болтали всю ночь. Он, конечно, на меня странно смотрел. Чего вы задумали опять? Вы чего ко мне пристали? Я говорю, Костя, так надо. На следующий день бой, я вышел на ринг, я был полностью уставший. У меня руки не шевелились, у меня ноги уставшие были. Мне нужно было вытащить изнутри себя свой потенциал. Он сосредоточился, собрался и показал такой поединок, замечательный. Там у него противник раз пять был в нокдауне. И тот бой у меня был один из самых лучших моих боев. Я доказал себе, что даже ты устал, я знаю, что я смогу найти себе силы и выступить на все сто процентов. Косте было тогда 15 лет. Они выстроились. Я говорю, вот ты, Петя, должен в этом году стать чемпионом города. Ты, Максим, тебе уж жениться пора. Ну, а с тобой, Костя, с сегодняшнего дня мы будем готовиться к Олимпийскими играм. Кто-то стоял сзади и покрутил вот так пальцем. После занятия я пригласил Костю в кабинет, и я ему честно сказал, Костя, ты самому себе в это время принадлежать не будешь. А кому я буду принадлежать? Ты будешь принадлежать Советскому Союзу. 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 Для меня гимн Советского Союза был до такой степени важным, когда ты выигрываешь соревнования, стоишь на педесале почета на первом месте и разучит гимн твоей страны. Этот момент он до такой степени важный в спортивной карьере, что я до сих пор о нем скучаю. Когда этот джесс появился, как я начал растить косичку, захотел быть не таким, как все, не только внутренне, но и внешне. В армию потом пошел. Должен был убирать. Слава Богу, я здесь убирал, поэтому этот хвостик я засовывал под фуражку. Я не могу срезать косичку, потому что это мое личное. Люди узнают меня сейчас уже даже поэтому. Иду тут сзади и люди знают, что это я. Я не могу делать по-другому. Это уже мое. В предолимпиаде я получил травму левой руки. У меня левая рука была основная рука. И у меня все подали основном от левой руки. Был такой лагерь Прометей. Мы часто туда ездили перед крупными соревнованиями. Они играли там он был, его два товарища Арсен и Андрей. У них получилась какая-то толкотня. И вот этот Андрей несколько обступился и головой ударяет витраж стеклянный. Но этот витраж колется напополам и вот эта стеклянная гильотина начинает свое движение вниз. Я понимаю, что сейчас Андрею отрубит голову. Андрей в этот момент просто был чуть-чуть ниже этой гильотины и как раз напротив головы. И это не снимать. Костя делает прыжок с невероятного расстояния и отталкивает левой рукой это стекло. Стекло падло, я просто оттолкнулся. Это потом уже понял, что уже палец болтается. В тот момент это ничего не было и ой, блин. Видимо, Господь настолько все закручивает в нашей жизни. Может быть, для этого его папа и привел в 9 лет заниматься боксом. Андрей спасен, а у Кости за 22 дня до Олимпиады отрубило левый мизинец. Это была трагедия. Давай, говорю, будем что-то делать. Ну, раз ты слева бить не можешь, давай, будем бить справа. Через 4 дней я снял гипс, через неделю я уже начал спорить пиво. И мы за 22 дня вот эту руку отработали. правую. И вот первый бой у него на Олимпийских играх он валит своего соперника с правой руки. Второй бой тоже валит с правой руки. Схужили, сон, осталось пожизненным. Не успел срастись, бить сон приходилось сильно и долго болело. Особенно после последнего боя на Олимпиаде уже когда проиграл, то если бы этот бой был нормально, прошел, то наверняка бы выиграл золотую медаль. Это единственная медаль, которая у меня отсутствует в моей любительской карьере. «Музыка» 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 Первый раз я увидел Костю в Москве в 1989 году на чемпионате мира. Тогда он проиграл финальный бой олимпийскому чемпиону 88-го года, боксеру из ГДР Цулову. Уже в тот момент я понял, что он станет великим спортсменом. Костя имел более высокий потенциал, чем тот боксер, которому он проиграл в финале. И в следующем году Костя буквально разгромил того же противника. И вот в первом полусреднем весе Костянтин уже выиграл. Я думаю, я буду достать за большое удовольствие первого столкопа из города Сырлова из Терновской области. И на ревер-черга, плачь. Пришел момент, когда я должен был ходить профессионалы. Условия контракта были такие, что я не мог привести с собой тренера. По той причине, что треннис здесь был, Джонни Лоис. Мне кажется, что Костя приехал в Австралию уже зрелым, сложившимся спортсменом. И я думаю, что 99% успеха, которого мы добились с Костей, это результат работы его первого тренера, который заложил основы его мастерства. Он меня развел самостоятельность, которая мне помогла в будущем. Когда не на кого положиться, только на свои силы, на свои знания, на свое желание. Это как раз то, что мне помогло выжить здесь, добиться этих результатов. Костя, за тебя, за твоих родителей и за замечательную землю Австралии, которая тебя приутила, терпит, хоть ты там и всех бьешь. Ну и бей, пусть знают наших. Будь здоров. Будь здоров. В 22 года, когда я уезжал, я считал себя таким умным, с таким большим опытом. Но, приехав сюда, это как слепой котенок. Новая страна, все по-другому. Наташа еще вообще была маленькой девочкой, которая своровала у родителей. Молодая пара, которая никогда не жила вместе, получила громадное испытание. В чужом месте, с чужими людьми. И все приходилось познавать через горький опыт. Заходи, выходи, Наташа. Можно? Да. Вам всегда можно. Я ленкой кушать хочу. Я тут покажу твои секреты. Твои секреты? Ну, твои тоже. А, сейчас мы их покажем. Так, как вы перерисовали. Ну, и с ножкой первой, каким и было. Ножка. Ножки на ножке даже, да? Да. Кушай, 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 кушай. Будем кушать? Ну, ты старая ножка пока. А ну, возьми. Ну-ка, мне, ну. Ну-ка, мне, ну-ка, вот, лёжный. Она хочет, она хочет, она хочет кушать. Давай будем так, знаешь, как будем так. Кушать. Ложку давай возьмем. Давай ложку возьмем и будем стучать. Где у нас ложка, которая вот эта... На, вот эту ложку стучай. Громко так, стучи давай. Что-то не по голове никому. Вот так. Давай стучай. Настюха, давай я так делаю. Давай, держи в полу ручку. Кушай, скажи. Мама, кушай. Первый бой был, да не бой. Это так, прелюдия. Мои инструкции, которые я передал Косте через переводчика о том, что он должен выиграть первый раунд, были неправильно переведены. Он решил, что должен выиграть не первый раунд, а весь поединок в первом раунде. Бой продолжался всего 90 секунд. Раньше я не понимал, что такое бокс. Для меня бокс это был какой-то праздник, такой прямо специальный гей. Мы собирались, шли на Косте на бои. Потом уже со временем стало понимать, что бокс это не просто красивый, там, прикид отдохнуть, посмотреть бокс. Это ге-кровь, боль и бывает очень тяжелый. Когда я выступал Хейтер Лопесов, он преподал мне урок, что в профессиональном боксе нужно тренироваться. Тренироваться нужно не так, как я раньше тренировался. Я выходил в любителях и мог не готовиться к бою совершенно, если он выиграть бой. Костя, ты хорошо себя чувствуешь? Да. Ты чувствуешь себя чемпионом? Да. Ты чемпион, ты понял? Мы победим в этом раунде. Я знаю, ты чемпион. Давай, Костя. Все победители Константин Костя Ку! Неделю после боя болел. Три дня все, что я ел, я выворачивала. Агромадный урок на всю жизнь. Человек – существо парное, врожденное для любви. Очень плохо спал ночью. Вернее, плохо спал ночью – это 27-го, а 28-го решил, что человек – существо парное. Каждому сопернику я готовлюсь индивидуально, изучаю его бои. Я смотрю то, что он делает хорошо, что мне нужно делать, чтобы быть лучше. Если он сильный, надо быть еще сильнее. Если он быстрый, надо еще быстрее быть. Каждый момент, каждое действие я записываю в книге. Полный анализ происходит. Перед самым боем обычно я прочитываю все свои записи. Как закладываешь программу себе в компьютер. Например, выступаю с Швессом, который может сделать непредвиденные вещи. Но я его до такой степени не изучил. Я закрывал глаза, я знал, что он будет делать после. И это все отработано не только в перчатках, но и в голове. Костя Зу. Костя Зу. Когда он выиграл первый раз звание чемпиона мира, он послал своего соперника в нокдаун более, по-моему, шести раз. И бой должен был быть остановлен гораздо раньше. Мы знали, что никто не хотел, чтобы какой-то бывший советский боксер, живущий в Австралии, выигрывал титул у американца. Моя основная задача – это ломать их физически. Но до того, как сломать физически, ломать их внутренне. Как только человек сломался внутренне, тогда его можно уже добивать физически. Пап, написано, сначала нужно налить воду, пап, слушай, в холодной воде поставить ист, и потом вот это положить. Костя, мы ставим этим методом уже... Да не надо эксперименты мне. Я себе делаю, ты себе по-другому делаешь. Понял? Понял. Вот так вот мучаемся с этим пивом потом. Пьем его как мучаемся. Вот написано, что сначала... Сначала нужно... Положить все вот это, вот эти сначала, потом сахар хорошо перемешать. Не хочу. Почему? Потому что у меня метод проверенный. Неправильно, неправильно. Да. Крепость соответствует ГОСТу. Почему? Моему. Одна из причин, почему родители сюда приехали, это быть моим тылом. В моей профессии, тяжелой работе, когда приходишь домой, и нужно просто не думать ни о чем. Раз, два, три. Раз, два, три потом? Нет, раз, два, три. И пошел, и пошел. Или раз, два, три пошел? Нет, раз, два, три. Раз, два, три. Три пошли. А так мы живем. Я смотрю в глаза, чтобы почувствовать своему сопернику, что он слабее меня. И в 90-х случаях из 100 мои соперники ломают все до боя еще. За всю свою карьеру профессионального бокса, 2-3 человека, которые были морально готовы боксировать со мной, которые не сломались до боя. Они снова проиграли бой, но это не важно, они духом были сильными. Мы выиграли бой с Гонзалесом, когда Костя завевал титул чемпиона мира по версии WBC. Он просто разгромил человека, который никогда не был в такой бойне. Гонзалес был очень грязным в плане своих трюков. Он бил Костю и плечом, и головой. И в конце 100% болельщиков просто было на Костя-Стене. Бокс – это искусство. И комедия есть, и драма есть. Кто-то радуется, кто-то огорчается. И это нормально, потому что один выиграл, другой проиграл. Радуясь за себя, я всегда помню, что мой соперник проиграл. И у моего соперника есть мама, которая в данный момент волнуется за него. Я делаю свою работу, я буду уничтожать своего соперника полностью. Но я знаю, что бой когда закончился, для меня важно, что мой соперник в нормальном состоянии был. Я знаю, что такое боль, и я не хотел бы, чтобы она была надолго. Ринг – мой дом. Я контролирую все в моем доме. Все решения будут от меня лично, а не от того, что мой соперник думает. Если он атакует меня, это не значит, что он так хочет, потому что я так хочу. Когда я перепрыгиваю через канат, во время прыжка у меня как выключатель происходит. До того состояния я еще вижу что-то вокруг, я еще слышу какие-то звуки. После этого прыжка я не вижу, не чувствую зал совершенно. Я нахожусь в вакууме. Костя перед боем становится очень раздражительной. И это ощущается даже в его коже, в его мышцах и в его голосе. Костя, где ключи? Так что ты меня спрашиваешь, где твои ключи? Ну ты же приехал, я не могу искать, я уже опаздываю. Ты приехал, Костя? Я на своих ключах, наверное, приехал. Включи мои сумочки, значит. А где твоя сумочка? Ну откуда я могу узнать, где моя сумочка? В кабинете надо поставить, там, где телефон. Ну так, ну такой, такой, такой постучий, тоже не вижу. Наташ, я мог ее наверх поднять. Где бы я ее нашел? Думаю, что я, может, еще не наверх ее поднял. Я думаю. Может, я еще не туда ее засунул. Я не подарок. У меня определенные свои принципы жизни, которые я не ломаю ни в чем. Когда я делаю вес, худею, вся семья на диете. Включая детей, мамы, папы, все на диете. Если мы сидим за стол, то все кушают то же самое, что я кушаю. Это не очень вкусно, может быть, но аккуратно деваться. И в этом заключается поддержка от семьи. От этого они страдают. Тяжелая, я говорю, подготовка к боям. Он просто, в подготовке, это как беременная женщина, которая, не хочу соленая, хочу сладкая, не хочу сладкая, хочу соленая. Просто пойти ему на встречу. Когда приезжает домой, уже совершенно другой человек. Окей. Окей. Вещи, которые тебя не раздражают в нормальной жизни, будут раздражать, когда ты готовишься к бою. Раздражают, раздражают. Вода капает, часы тикают, солнце светит. Я стараюсь не думать о бою. За три часа я еще сплю до боя. Можно сгореть. Когда ты начинаешь думать о бою, когда у тебя сердцебиение увеличивается, ты начинаешь использовать свою энергию в пустоту. Гонишь, 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 гонишь. Ты готов, возбужден. Это состояние обалденное. Но ты гоняешь ее на пустых оборотах. И в один момент ты просто сгорел. Ты вышел на рынок, и у тебя все выисчезли. Тогда нужно включать уже другую вещь. Этот характер не может, надо. Обычно за два, за три часа до боя мы приезжаем на стадион. Первое, что он делает, это открывает книгу и начинает ее читать. В основном это какие-нибудь русские боевики, детективы. Он абсолютно спокойно лежит и читает книгу. Перед самым боем обычно вся команда подходит ко мне. Мы становимся в круг. Тренер Джонни говорит молитву, не то, что молитву. На путстве мы стоим в кругу, держим руки. Все на костиных перчатках. Каждый желает ему что-то хорошего. Каждый желает ему что-то хорошего. Я думал, если бы я выступал против себя, как бы я смог выступить против себя. Честно сказать, я не знаю, выступать против себя тяжело. Я думаю, смог бы подготовить человека, чтобы он смог убылить меня. Прежде всего, это был бы я сам. Единственный человек, который может убить меня, это я сам. А как это сделать, это очень просто. Попасть в зависимость от своих эмоций, от своих негативных перчаток, которые у меня есть. Вот это получается сломать себя. Я вот этот бой, по-моему, смотрел, вот с Филиппсом, после, по-моему, один раз. Все. Выше я его смотреть не хочу. Просто опять ощутить то состояние не хочу. Я смотрела один единственный бой, когда Костя проиграл. Один единственный бой. Я вот сейчас, я даже не помню, что со мной потом было, я не знаю. Я просто не помню. У Кости был сон до этого боя. Он сказал, что он видел сон, что он проиграл этот бой. Я очень скучаю по дому. Если бы он не был так далеко, я бы уехал. Я готов уехать. Я чувствую, что удача не потянет меня. Винца Филипса не считали серьезным соперником. Бывший наркоман, пик карьеры которого был уже далеко позади. Намного старше Кости. Все ставили на Дзю, чемпиона мира, не потерпевшего ни одного поражения. И сам Костя был настолько уверен в победе, что изменил своему правилу и разрешил перед боем войти в раздевалку фотографу. Мы считали, что Костя непобедимый. Он самый лучший, самый сильный, самый умный. И что мы сами все такие. Мы были настолько уверены в Костяных силах, что мы забыли посмотреть на положительные каши соперника. Я отнесся не так, как должен был отнестись к этому поединку. Несерьезно. Я тренировался недостаточно тяжело. Я мог сказать, а сегодня не побегу. Ай, нормально. Все, мы справимся. У него было малокровие в то время. Мы этого не узнали до тех пор, пока мы ехали домой. Его личный доктор сказал, что он был удивлен, что Костя смог боксировать больше, чем три раунда. Если бы я знал раньше, я бы не допустил поединок. Пропустил Филипс. Непонятно, зачем он стал играть с Филипсом? Зачем нужна эта бровада? Просто видно, как было ему плохо, как бы кровь у него побежала. Он стал улыбаться неестественно. Это уже признак того, что он просто не понимал, что с ним происходит. КОНЕЦ Из того угла, где я находился как тренер, и я не мог видеть все происходящее на ринге. Я не знал, что он пропустил удар. Когда я просмотрел видеозапись, я понял, что должен был раньше выбросить полотенце, до того, как судья остановил бой. Он мне сказал, что я должен был полотенце выкинуть раньше. Я ему говорю, что я бы тебе никогда бы не простил, если бы ты это сделал. Он сказал, что он не будет. Потому что я отвечаю за тебя, за твое здоровье, перед твоей женой, перед твоей семьей. Я считал, что это неправильно, потому что для меня умереть на ринге лучше, чем таким образом проиграть. Мы буквально, в смысле слова, все плакали. Не из-за того, что он проиграл, а из-за того, что Косте было больно. Даже когда я вспоминаю, у меня эмоции. То есть ему было больно. Он был просто большим синяком. Костя был мужиком в этот момент. Он не искал причины. Когда мы ехали в больницу, он сказал в машине, извините, ребята, я проиграл. После боя с Филлипсом не было никакой ночи. Костя был в госпитале где-то до пяти утра. Ему делали разные тесты. Рядом с ним лежал Винс Филлипс, потому что Винс Филлипс этот бой выиграл так же тяжело, так как Костя его поиграл. Я хотел почувствоваться одиноким. Единственное, что я сделал, поменял билеты на самолет. Все знали, что я когда прилетаю, ну, чтобы не встречать, никого не видеть. И когда на следующий день мы прилетели в Астралию, и в аэропорту было где-то, около тысячи людей встречали. И тогда заставило понять, что это еще не все. Еще надо вернуться. В тот момент было очень тяжело. Костя очень такой был замкнутый. Где-то, наверное, полгода с ним тяжело было разговаривать. Мы просто все молчали и старались, чтобы помочь Косте, отвечу. Он проиграл бой, и он просто ушел в себя. Когда что-то происходит в твоей жизни отрицательное, есть люди, которые с сухмылочкой скажут, ага, наконец-то. Люди, которые были одно время со мной, исчезли после того, как это произошло. Потерял большой контракт сразу же. Все, что у тебя светило на горизонте, покрылось браком. Мне было уже 28 лет. Можно было заканчивать карьеру, сказать все. До свидания. Спасибо. Первое впечатление, которое возникло у меня после поражения, это то, что Костя должен уйти из бокса. Но Костя заявил мне, что хочет продолжить свою карьеру, что очень любит бокс, и ему все еще есть, что предложить на ринге. В итоге я сказал, что готов его снова поддержать, но если в ходе подготовки я почувствую, что это бесперспективно, я прямо скажу ему об этом и уйду. В памяти после нокаута остается этот нокаут, боясь получить удар опять. Многие люди просто не восстанавливаются после этого. У них подсознательно сидит в памяти, что тебе будет больно. Чем бокс отличается от других видов спорта, ты осознанно идешь на удар. Чувство нокаута, которое было у меня, чувство беспомощности, оно исчезло, оно не существует. С того момента, когда я решил опять вернуть зубок. После этого боя я стал профессиональным спортсменом. Если бы я выиграл тот бой, все бы сложилось по-другому, я бы не изменил свою жизнь. Победа бы расслабила меня. Бой с Забом Джудой стал самым серьезным испытанием за всю спортивную карьеру Кости Цзю. В одном бою решалась судьба чемпионских поясов по версиям трех главных боксерских ассоциаций. Победитель становился абсолютным чемпионом мира. Безусловным фаворитом предстоящего поединка считался Заб Джуда. Он обладал невиданной скоростью, маневренностью, ударной мощью. Был на 8 лет моложе Кости. Чемпион мира по одной из самых из версий, он не имел ни одного поражения. За спиной Кости маячила тень поражения от Филлипса. Ему шел уже 33-й год. Ставки против него делались 2,5 к 1. На пресс-конференции Джуда заявил, уже близок конец карьеры Цзю. Я прикончу его. Он для меня как швейцарский сыр. В нем полно дыр. Я получу все, и у Цзю не будет второго шанса. Ему придется вернуться домой и искать другую работу. В этом бою для Кости решалась не только судьба титула абсолютного чемпиона мира. Он отстаивал свое право быть победителем. Костя понимал, что это главный бой его жизни. Костя понимал, что это не только судьба, но и судьба, но и судьба, но и судьба, но и судьба. И Сэм отстанет. И Костя Зю тянет его. Это лучший экстремент в борьбе. Панчеры были отстанены за Сэм Джуден в ряду номер один. То, что первый раунд Костя проиграл, ой, боялась повторения того, что было уже. Панчеры были отстанены за Сэм Джуден в ряду. Панчеры были отстанены за Сэм Джуден в ряду, но Сэм Джуден в ряду номер один. Это как я бы видеть это, как бы. Костя был более тяжелым, я думаю, что он был более тяжелым, но я думаю, что он ладил. О, там идет Сэм Джуден! И он очень тяжелый! Он все равно, все равно, все равно, все равно! Это моя судьба. Я верил в свою победу. Она была предначертана мне судьбой. Это моя судьба. Сэм Джуден в ряду номер один. После поражения Винсу Филлипсу он мог найти множество оправданий, но Костя сжал волю в кулак. Он показал, что у него настоящий характер. Только великие чемпионы могут вернуться на рейк после такого поражения и стать абсолютным чемпионом. Я благодарен Богу, что дал мне возможность почувствовать то, что я обыкновенный человек и что я могу проиграть. Если бы этот день не произошел в моей жизни, я бы не вернулся таким сильным, каким я стал после этого. Этот жизненный урок важен был для меня, чтобы в будущем объяснять своим детям, что чтобы подняться, нужно упасть. И я знаю, что сейчас очень мало в жизни, что меня может сломать. Сэм Джуден в ряду номер один. 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 Я не боюсь совсем, потому что им понравится. А боятся? Мы же домой приехали. Что боятся? Давай, папа, защищайся. Давайте, я буду, а вы помогайте маме. Дикита, помогайте маме вставать. Чувствую, что сейчас что-то будет. Что за люди? Sorry, папа! Sorry, sorry, не sorry. Где папа? Спасибо. Важность, спасибо. Давайте, пожалуйста. Я, признаться, бокс всегда любил, только смотрю. Но мало в этом чего я понимаю. Я смотрел ваш бой последний, честно говоря, с большим удовольствием. Я вас еще раз хочу поздравить. Это очень хороший, просто блестящий результат. Мы вами очень гордимся. Поздравляем вас. Просто откровенно выцеливает. Раз за разом обрушивается тяжеленный костин кулак на защиту Митчелла. Все. Рефери считают, что Смитчелла довольна. Чемпион-чемпионок. Он был им, и он остался. Вот так вот мы и живем. Давайте сюда, а то мы нас зажжем. А мы еще не покататься. Какой нам, пожалуйста, ребят? Приветствую всем. Конечно. А со мной можно? Можно. А то я здесь всю жизнь работаю. Почему такое исключение? А со мной можно? Давай, Костя, с ручкой. Так, сними я. Конечно. Костенька, я хочу с тобой. Хорошо. Мы все равно скучаем. Как бы мы ни жили, как бы нам ни любили сейчас Австралию, мы русские там скучаем о России. Скучаем. Я имею два гражданства, но я был и буду всегда русским. Хороший упражнение для моих этих самых. Для плеча. На моральном готовы? К чему? За какие-то. Не знаю еще. Не могу сказать. Повроде нет еще. Как с этим мучиться? Я достиг в профессиональном спорте все, что возможно. Нету выше уровня уже. Но что-то толкает меня еще выступать. Я хочу верить, что я еще не раскрыл себя полностью. Я еще не достиг своего совершенства. Продолжение следует...